18 лет – удивительно прекрасное время. Для меня оно стало временем перехода от ребяческой безбашенности во взрослую осознанную жизнь, где я получил свой первый опыт отношений. Этот опыт произошёл при весьма интересных обстоятельствах и запомнился мне на всю жизнь. Но всё по порядку. Мамину подругу тётю Иру я знал с детства. Жила она в соседнем дворе и бывало захаживала к нам в гости. То по делу придёт, то просто поболтать с мамой на кухне за чашкой чая. Невольно подслушивал их задушевные беседы и был в курсе большинства событий жизни соседки. В своей 42 тётя Ира жила одна без мужа и детей. Но одиноко её назвать было нельзя. Она часто меняла поклонников, обладая богатым жизненным опытом, постоянно выискивала недостатки у очередного ухажёра. — Нет, ну ты представляешь, — говорила она моей маме. — С одним потратила два года жизни, а он как с первых дней облюбовал мой диван, так и лежал всё время перед телевизором. Помощи от него никакой. Только принеси, подай, накорми и постирай. Второй так и вовсе альфонсом оказался. Хорошо вовремя спохватилась и кредитов не набрала. — Да где ж ты таких находишь? — удивлялась мама. — Помнишь, ты знакомила меня со своим сослуживцем? Солидный мужчина с серьёзными намерениями. Может, стоит присмотреться? — Ой, да в том-то и дело, что солидный, старше меня на десять лет. Да и занудый, изрядный. Да не, не моё это всё, — возмущалась Ирина. — Я предпочитаю контингент помоложе и без всяких там обязательств. — Да, на минуточку хочу заметить, что тётя Ира абсолютно не выглядела на свои годы. Это была ухоженная, весьма привлекательная блондинка с голубыми, как небо, глазами и точёной фигуркой. Одевалась с иголочки и следила за модой. Временами посещала то клубы, то молодёжные тусовки, с лёгкостью меняла очередных воздыхателей, многим из которых едва ли исполнилось 25. Меня всегда удивляло, что их влекло к женщине за сорок. Я же, будучи скромным и стеснительным юнцом, не пользовался симпатией у ровесниц и о каких-либо отношениях не мог и мечтать. Но всё изменилось в один прекрасный день. Спеша домой своей привычной дороги, я услышал знакомый голос тёти Иры. — А вот и сильный пол. Не поможешь слабой женщине донести тяжёлый чемодан до квартиры. Весёлая, загорелая, она только что вернулась с моря и просила меня о помощи. Не скрывая кокетливого взгляда, Ирина заметила. — А ты вырос, возмужал. Сколько я тебя не видела? Месяца три? — Ну, прям красавчик, да и только. Девушку поди себе завёл. Ну, признавайся. Любился, что ли? — Никого я себе не завёл. Смущаясь, пробубнил я, затаскивая её поклажу на пятый этаж. И собрался уже уходить, как Ирина настойчиво остановила. — Э, нет. А ну, проходи. Я угощу тебя настоящим виноградным вином с лучших плантаций. Да ты не бойся, оно лёгкое. Надо же мне отблагодарить своего помощника. Щебетала Ира, уже усаживая меня за стол, с упоительным оживлением рассказывая о проведённом отпуске. Вот так, за интересной беседой, мы и выпили по бокалу вина. Потом ещё по одному, пока не уговорили всю бутылку. — Ты и посмотри, какой у меня классный загар! — хвалилась моя собеседница, демонстрируя изящный изгиб стройных ножек и неприкрытое декольте. Мне показалось, что всё случилось само собой. В какой-то момент я даже не понял, когда стёрлась эта грань между понятиями «мамина подруга» и «объект возжелания». Только позже я догадался, что эта женщина целенаправленно соблазняла меня как откровенными разговорами, так и якобы нечаянными прикосновениями, кидая недвусмысленные намёки на близость. Всё произошло быстро и как-то непонятно. Дрожа как осиновый лист, я старался всем своим видом не показывать мою растерянность и неопытность, а потом, после дальнейших наших свиданий, меня стало как магнитом тянуть к Ирине. Ведь то, что она вытворяла, меня восторгало. Я был на седьмом небе, испытывая раз за разом неописуемое блаженство. Она по-настоящему вскружила мне голову, и я каждый раз до умопомрачения ждал с ней встречи. Мама, конечно, ни о чём не догадывалась, а я ни о чём другом и думать нему. Ира поняла это и, как мудрая женщина, постепенно стала сводить наши отношения на нет. Поначалу я страдал и бесился, но со временем понял, что она была права в этом решении. Как бы там ни было, я остался ей благодарен, она многому меня научила. Через год Ирина переехала в другой город, а со мной остался незабываемый опыт моей первой близости. Продолжение следует...